КАРАТЕ В каратейских кругах нет смысла представлять его. Он широко известен и своими спортивными подвигами, и боевым прошлым. Яхара Сенсей никогда не уходил от боя. В Японии раньше были банды байкеров, как в Америке, ангелы ада. И вот однажды Яхара подрался с ними. Их было, сейчас я точно не помню, но где-то 15-20 человек. Они сидели в баре. Кто-то что-то сказал, кто-то не так посмотрел, ну и началось. Яхара был как ураган, он двигался как тигр, наносил удары руками, ногами, а эти страшные волосатые парни в коже, заклепках и татуировках падали, как кегли. Несмотря на 70-летний возраст, несколько серьезнейших операций, перенесенных после тяжелой автомобильной аварии, Сенсей Микио Яхара по-прежнему в строю. Не так давно он побывал в подмосковном Зеленограде по приглашению президента Федерации каратеномича России Александра Чичварина и провел несколько семинаров. Когда произошел раскол Джекей, Яхара Сенсей сформировал собственную организацию, Всемирную Федерацию каратеномичи. И в 2003 году я поехал на церемонию открытия Хонбо Додзю этой организации. И там же у меня была честь пригласить Сенсей на семинар Москвы. Он, несмотря на мой юный возраст, поддержал эту инициативу. Это была фантастика, потому что я помню, как в детстве я смотрел десятую копию его видеозаписей, пытался копировать, а тут была возможность лично потренироваться, пообщаться. В семинарах Сенсей Яхара приняли участие более 150 человек. От юных адептов, обладателей оранжевых поясов, до мастеров четвертых, пятых, шестых, седьмых и даже восьмых данных. Некоторые представители других школ каратэ также посчитали необходимым побывать на мастер-классе Сенсей. Семинар начался с базовой техники, с самого первого формального комплекса Хэйян Щода. После этого по команде Хаджиме все участники поработали в легком свободном спарринге без напряжения и желания сокрушить соперника. На первый взгляд это было довольно неожиданно. Дзю Кумите сразу после Хэйян Щодан. Но это только на первом. Удары руками цуки, используемые в Хэйян, главное оружие в Кумите. После двух-трех минут работы Сенсей посадил всех на пол и признался, что это первый день, когда он вошел в додзю после сложной операции на позвоночнике. Он сказал, что он не сможет двигаться слишком быстро. После этого произошел очень волнующий момент. Один из участников семинара, представитель школы Кё Ку Синкай, признался, что даже после травмы, лишившись колена, он восстановился и приехал специально на семинар Сенсей. Я с большим уважением отношусь к карате. Для меня это вся жизнь. Даже получив тяжелейшую травму, я лишился левой ноги, у меня нет колена. Я приехал к вам посмотреть на вас, пообщаться с большим мастером, которого хотел ехать в Японию к вам. Ну вот вы здесь, я здесь. И большое вам спасибо, что вы приехали. Я здесь. Далее Микио Яхара прокомментировал только что увиденные им движения в свободном спарринге Дзю Кумите и сделал несколько замечаний. Каждый удар вы должны наносить и уходить от удара так, как будто бы это реальное оружие, а не для того, чтобы набрать очки и баллы в спортивном поединке. В наше время уже нет необходимости сражаться не на жизнь, а на смерть. И поэтому Будо уходит в прошлое. Но карате нужно изучать именно как боевое искусство. Будо-карате. И это необходимо не для того, чтобы сражаться на улицах, а для того, чтобы жить полноценной жизнью. Перед самым началом семинара Микио Яхара пошутил по поводу своей недавней операции. Он сказал, что если сегодня развалится на части, просит учеников донести его тело до больницы. На самом же деле оставалось только удивляться, как можно так двигаться в 70 лет после операции на позвоночнике. Человеку 70 лет, он показал потрясающую технику, выкладывался до последнего. И мне кажется, мало что было интересно, по количеству участников это заметно. Там были и дети, и взрослые, все с открытыми глазами, ртами смотрели, восхищаясь, конечно, техниками и словами, о которых говорил сенсей. Но мне кажется, еще очень важно в этом семинаре, в этом событии, то, что общеизвестные вещи он рассказал простыми словами, на очень простых, исторических примерах. чем раскрыл глаза и понимание каратэ для многих и многих. Во время семинара сенсей по очереди вызывал участников и просил атаковать его. И вновь удивлению собравшихся не было предела. Казалось, что на татами не 70-летний, уже пожилой человек, а максимум 40-летний мужчина полной энергии и сил. Разбирая техники кумите, Яхара Микио постоянно акцентировал внимание на правильной дистанции ведения поединка и необходимости мгновенной реакции на атаку противника. Другими словами, во время боя нужно не бегать от атакующего, а жестко блокировать его удары и молниеносно контратаковать так, чтобы сбить охоту нападать снова. И это правило он незамедлительно подтверждал наглядно. Причем на автомате, подсознательно нанося удары не абы куда, а в жизненно важной точке. Не оставалось никаких сомнений, что при желании мастер мог бы легко отправить нападающего на больничную току. «Защититься». 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 «Фигу атаку» «Защититься». 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 Впервые я приехал в Россию более 20 лет назад. И с тех пор много раз бывал здесь с семинарами. Я должен сказать, что уровень российского карате растет с каждым годом. Он все выше и выше. И в этом огромная заслуга Александра Чичварина. Вот он и есть настоящий каратэк. Продолжая тему кумите, Микио Яхара отметил очень важную деталь. Уходя от ударов противника, необходимо не только использовать технику тайс-собаки, ухода с линии атаки, но и заряжать себя на удар. То есть любой блок должен быть началом контр-атаки. А для этого нужно превратить свое тело в сжатую пружину и мгновенно выстрелить ударом. Это и есть техника уке. Шихану Кёкушинка и Михаилу Кокину посчастливилось испытать эту технику, как говорится, на своей собственной шкуре. В этот день Микио Яхара провел в зале более пяти часов. Сначала общий семинар для всех участников, ну а потом в доджо остались только черные пояса. И вновь все началось с самой первой базовой формы хейян-шодан. Основа основ в шотокан-карате. Ката, которую нужно и должно практиковать всю жизнь. Даже в исполнении обладателей высоких данов, сенсей Микио Яхара нашел изъяны и ошибки. И сделал необходимые правды. Фанми, рывок, хобби, хобби, хейян! Фаат, хейян! Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Сегодня некоторые школы отказываются от изучения ката. Но без ката нет карате. Вы шлифуете технику кумите именно через понимание и практику ката. Я считаю, это просто необходимо. Нельзя заниматься только поединком и драться без понимания принципов и основ движения тела. А все эти принципы заложены в ката. Поэтому ката надо практиковать ежедневно. Это все поединка ката. Следующая форма, которая подверглась тщательному анализу на семинаре, была ката текки. И здесь, казалось бы, простой с виду набор движений таил огромное количество нюансов и деталей. Но именно при их соблюдении техники начинали работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Естественно, одним текки. Не обошлось. Вопросов накопилось так много, что упускать возможность услышать ответы от такого мастера было бы просто непростительным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под конец семинара все участники закрепили полученные знания в форме легкого спарринга, рассчитанного на мгновенную контратаку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2020 году карате будет впервые представлено на Олимпийских играх в Токио. Начинается новая эра спортивного карате. Но в связи с этим, я думаю, эпоха традиционного Будда-карате не закончится. Есть очень много людей, которые практикуют боевые искусства не ради драки, а для того, чтобы становиться лучше духовно, сильнее физически. Это очень трудный путь, он бесконечный. Но тот, кто идет по нему, обретает настоящее счастье и гармонию в жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миккио Яхара вручил ему фирменные долги федерации каратэ-ну-мичи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей же подарил сенсею настоящий боевой нож спецназа. Вот на этом аккорде и завершился зеленоградский семинар легендарного мастера карате Миккио Яхара. Редактор субтитров А.Семкин